Брать игру на себя иногда как заправский нападающий действует И вот сейчас шайба где-то там под Галимовым заметалась Павлович пошел на добивание, но все нормально для Акбарса И защищать своего голкипера поехал игрок Казанцев Это Михаил Сидоров защитник Ну и там еще бы я отметил действия Артема Волкова 85-го номера Минского Динамо А после броска защитника именно он побежал за спину к Станиславу Галимову В надежде на то, что шайба Сыграл защитник, заблокировал клюшку 74-го номера И не позволил переправить шагу в ворота Сейчас ошибка и казанцы должны наказывать Гол! 1-0! Артем Лугоянов! Да, какая грубая ошибка Минчан Вот этот опять выброс через центр Паузу и уложил защитника И над клюшкой отдал подкидку на своего партнера И Артем Лугоянов открывает счет в матче Вот еще раз смотрим повтор этого момента Действительно классная передача И тут все-таки просочилась шайба Под мышкой Бена Скривенса И счет становится 1-0 В пользу казанского отбанка Ну что, обратите внимание, как плотно играют казанцы То есть 5 человек Ой-ой-ой! Неожиданный какой рикошет Костицын Что сделает Сергей? Смещается, делает передачу Гол! Красиво! 1-1! Матеррукин! Прекрасная комбинация получилась у Минчан И без шансов для Станислава Галимова Прежде всего стоит отметить Как классно все сделал Костицын Смещается в центр Но вот эта диагональная передача Зацепил шайбу-то Галимов Но не успел переместиться Действительно, и она влетает в сетку Александр Матеррухин, красавец Интересно создать в атаке Две минуты с небольшим играть Вот там 3-2 сейчас мог быть выход Но уже вернулись Минчан, не бросок Сгримец не удержал шайбу Гол! А тут еще мало что забили Но хотят еще и крови казанцы Вот это да! Вот это драка! Вот это бой! Вот это матч! Да, но сейчас главный орбитр будет выписывать штраф И уже по сути вратарь отыграны Пустые ворота Наносят бросок Игрок казанцев Это по-моему Максим Лазарев был Да, и после броска Михаила Глухова шайба там прокатилась Немножко Хотя нет, это вот Федор Малыкин Скорее всего будет наказан Двумя минутами За удар Александра Павловича Ну и заодно вот Александр Павлович Капитан Минского Динамо И вызвать от чего вывели защитника на бросок Но, опять же, пока все без опасности Чимисов как здорово от борт ушел И гол! Да, вот как раз мы видим Отдает он передачу Федору Малыкину И Федор Малыкин уже получается вторым броском Сначала мы видим, что Бен Скривен с клюшкой выбил шайбу Но при этом Федор Малыкин умудрился нанести бросок И уже под... Сам упал игрок Акбарса Бэйлин Такого, что тут Жесткий силовой прием Бэйлин А там удаление Да, там удаление И Чибисов Чибисов защищает А в то время защищать Бэйлин Пошел игрок Ох, Лукаянов сейчас Хороший хук такой был Досталось, по-моему, Бэйлину Ай, понеслась душа в рай Ах, ребятушки повеселят нас сейчас Старинной русской забавой Кулачный бой Раззудись плечо, размахнись рука Ох, и Малыхину сегодня мало заброшенной шайбы Чтобы погорячее было Второй раз полез в самое пекло Ну и Лукаянов говорит Иди сюда Своему оппоненту Это Евгений Лисовец И Чибисов Склеснулся с кем-то из игроков Вот тут, мне кажется, две минуты Вот, это Артем Лукаянов Две минуты В этом моменте получил Ну и там Евгений Лисовец С Андреем Чибисовым Схватились После чего уже и остальные Так же там и Никита Черепанов Обнялся со своим оппонентом А Бэйлин тоже хитер Он вообще как будто бы сначала остановился Мол Сиди этот бросок Граньяне И красиво как 3-2 Гагаврус Станислава Галимова Никто из защитников не успел закрыть Артура Гавруса Все три человека оказались за спиной 91-го номера И первое очко за Минское Динамо в этом сезоне Первая заброшенная шайба Артура Гавруса И все-таки свою сильную сторону Минчане опять показывают Поднимают, что если отдадут сейчас инициативу Тут и до 3-3 недалеко Оставляет шайбу в чужой зоне Ник Пэйлин И здорово! Гол! Матерухин дубль! Три-три! Ай да характер Минчане показываю! А мовиненты были у Минчан и вот Шарль Линклеа доставляет шайбу на пятачок Откуда Александр Матерухин в ближний угол Станислава Галимова отправляет третью шайбу для Минчан в этом матче и сравнивает счет Александр Матерухин! Вот очень сложно бывает действовать Понятно? Ну знаешь, психологию от Барса все достаточно неплохо Опять же, за чего стоит только матч против Санкт-Петербургского СКА, когда казанцы верят Вот, посмотри, нет, значит что-то не так С психологией 4-3 4-3 Минская Динамо! Это какая-то фантастика! Зоны, тут и Степан Захарчук тоже рядом был Вдвоем они пошли на игрока Минского Динамо И в результате чего... Смотри, Матерухин интересно, запишет передачу или нет? Должны записать Александр Матерухин, ведь теперь это именно он послал шайбу Шарль Линкле Который в свою очередь отдает передачу Мэтту Эллисон И казанцы выигрывают эту очень важную шайбу 50 секунд у них есть И как тут шайба попадает в арбитра! И это уже все! Ну как же не повезло казанцу в этом моменте, а? Потому что не очень удобно отдавал Илья Шинкевич Мы видим, что шайба скакала с лета, поймал ее 12 номер Ну и там уже труда ему не составило Забросить пятую шайбу Минского Динамо в этом матче Сверхволевая победа Это третья победа подряд И вторая из этих трех волевая И это вторая сейчас выездной серии Которая четырехматчевая у Минского Динамо И будем дальше смотреть, как команда Крейга Вудкрафта будет играть на выезде И поздравляем Минских Динамовцев Действительно, ну, посмотри Третий период 4-0 выигрывают Минчанин Когда такое было, что так период успел?